6 февраля 2021 года — это 24-й лунный день. Это день огромной энергетики и повышенной активности. Он пройдёт под покровительством медведя, что придаст ему поистине гигантскую силу в достижении поставленных целей. Сегодня вам всё будет по плечу. С 5 по 7 февраля Луна находится в знаке Стрелец. Лунные дни в знаке Содиака Стрелец заряжают оптимизмом и энергией. Хочется вырваться из привычной обстановки и отправиться в далёкое путешествие. Жизнелюбие, милосердие, добродушие наполняют нас доверху. Бешеная энергия и желание чем-то заняться не дают усидеть на месте. В этот период просыпается тяга к авантюрам и приключениям. В такие дни возрастает значимость своего социального положения. Ощущается потребность в общении. Налаживаются дружеские связи, появляются новые знакомства. Мы становимся терпимее, лояльнее по отношению к окружающим. В этот период возрастает желание оказать кому-то помощь, поделиться советом. Вместе с настроением улучшается и самочувствие, и повышается тонус мышц. Луна в Стрельце пробуждает в нас тягу к философским размышлениям. Все рутинные дела и заботы теряют свою значимость. В этот период хочется сменить род деятельности, выучить новый язык, посетить другую страну. Идет переосмысление текущей жизни. Обостренное чувство справедливости и честности побуждает нас отстаивать свои права, защищать невиновных и высказывать свою точку зрения. Что рекомендуется в эти дни? Луна в Знаке Стрельца побуждает нас к активным действиям. Это тот час, когда можно решиться на что-то новое, сменить имидж, найти другую работу, переехать на новое место жительства. Луна в сочетании со Стрельцом поможет наладить отношения с окружающими людьми. Смело посещайте праздничные мероприятия, устраивайте званные вечера. Ваша доброжелательность и общительность будут способствовать укреплению старых связей и завязыванию новых знакомств. Не стесняйтесь контактировать с противоположным полом. Это общение рискует перерасти во что-то большее. Этот период благоприятен для взаимодействия с общественными и государственными структурами. Не бойтесь походов в налоговую службу и судебных разбирательств. Удачно служатся дела и в плане работы. Это подходящее время для инвестирования и всевозможных командировок и переговоров. Начальник, возможно, обрадует вас повышением по должности. Коллеги создадут приятную рабочую атмосферу. В плане здоровья следует заняться укреплением нервной системы и органов дыхания. Пойдут на пользу упражнения дыхательной гимнастики или уроки йоги. Что же не рекомендуется в этот период? Луна, воодушевляя нас мечтами о будущем, может отвлечь нас от дел повседневных. Поэтому не стоит забывать о бытовых вопросах и увлекаться планированием целей. В такие дни не рекомендуется посещение магазинов. Есть риски потерять контроль над своими расходами и приобрести много ненужных вещей. На этот период лучше перенести работы, связанные со строительством и землей. Стоит быть начеку строителем и рабочим каменоломней. Из органов человека в это время наиболее уязвимы копчик, ягодицы, бедра и кровь. Не рекомендуется употребление тяжелой пищи и алкоголя, так как печень будет тяжело справляться с нагрузками. 6 февраля это 24 лунный день. Все дела сегодня идут как по маслу. Работа спорится, самые сложные проекты удаются на славу, а нужные деловые знакомства перерастают в связи. Удачны также дела в доме и на приусадебном участке, особенно выполняемые в кругу семьи. Отлично подходит 24 лунный день для проведения крупных финансовых операций. Сегодня можно существенно умножить свой капитал, вложив в интуитивно понравившийся проект. Подходит это время и для крупных покупок, типа недвижимости и ценных вещей. Общения и встречи, которые планируются на период 24 лунных суток, будут продуктивны и приятны. Так же, как и знакомства, начатые на в это время. Это один из лучших периодов для начала любовных отношений и свиданий. Однако, как бы ни была велика ваша энергия в этот день, не переутомляйте себя чрезмерными физическими нагрузками, спортом, жирной и тяжелой едой и алкоголем. 6 февраля – это период убывающей луны, четвертой фазы. В период четвертой четверти убывающей луны стоит заняться уходом за собой. Косметические и уходовые процедуры за кожей придадут ей здоровый и привлекательный вид. Сейчас можно продолжать занятия спортом и физическими упражнениями в умеренном количестве. Это время благоприятно и для медицинских воздействий. Раны будут быстро затягиваться, операции не принесут нежелательных осложнений. Сейчас рекомендуется заняться укреплением иммунитета, так как из-за переутомления возможны инфекционные заболевания. Четвертая фаза убывающей луны – это хороший период для завершения серьезных дел и подведения итогов по ним. В текущий период благоприятно заниматься наведением порядка в доме и уборкой лишних вещей. Это подходящее время для ухода за собой. Также это время идеально для осуществления плановых медицинских операций и воздействий. 6 февраля – это суббота. По лунному календарю суббота находится под покровительством Сатурна, что обуславливает режим экономии энергии для людей. В поведении окружающих, да и в своем собственном, вы можете наблюдать большую эмоциональную сдержанность. Все желания уходят на второй план, а разум сосредотачивается на практичных задачах. В субботу прекрасно получается делать ту работу, которая требует длительного монотонного сосредоточения на поставленной задаче. В качестве примера такой деятельности можно взять уборку в квартире, небольшой ремонт, в котором следует задействовать всех членов семьи, чтобы ничего не оставлять на воскресенье, когда нельзя работать. Лучше всего выполнять работу самостоятельно, нежелательно проводить встречи с вышестоящим руководством и уж тем более пытаться доказать что-либо своему начальству. Прекрасно в этот день получится все, что связано с саморазвитием, чтение книг, просмотр документальных фильмов. В субботу крайне нежелательно начинать что-либо новое. Для полноценного старта, нового начинания в этот день не хватает энергии, поэтому его лучше отложить на потом. Если вы наметили поход к парикмахеру в субботу, то такая стрижка принесет не только приятные изменения в имидже, но и избавление от негатива, от негативной информации, которая успела накопиться за последнее время. А вот косметические работы с ногтями лучше не делать. Маникюр и педикюр отложите на более благоприятный день. Также суббота поможет избавиться от всего ненужного. Особенно в этот день хорошо получается отказываться от ненужной пищи и вредных привычек. Поэтому в день Сатурна желательно отказываться от той еды, которая требует от организма чрезмерных усилий по ее переработке. Стоит отказаться от жирных, жареных и вредных блюд, наполненных консервантами. Свой рацион лучше наполнить более полезными овощами, нежирным мясом, яйцами, бобовыми и прочей полезной пищей. Субтитры сделал DimaTorzok